Эй, всем привет! С вами я, Саша Гурова, и это Ф-блог. Как известно, завтра всемирный день дурака, традиционно празднующий 1 апреля. Впервые упомянул об этом дне Джон Обри. Первой же массовой шуткой является приглашение людей на мойку Львов в Тауэр 1 апреля 1698 году. Давайте посмотрим, как подшучивают студенты над своими друзьями. У меня с чувством юмора не все хорошо. Я старост, и я обычно говорю о том, что пар не будет. И сидел такой, типа, ё-моё, что произошло? Ну, как обычный день, кнопки на стул, жвачки какие-нибудь. Ну, все как у всех. Они остаются дома, а потом он становится нагоняй. А мы обычно 1 апреля никак не подшучиваем. Я беру ихний фен и засовываю туда детскую подсыпку. В общем, ничего необычного. Обычно я редко подшучиваю, но в прошлом году подшутил над своим соседом по комнате. Так спонтанно мне идея в голову пришла. У нас там как раз тогда ходили слухи по общаге, что, мол, воры в комнаты забираются. Я просто взял и все, что там у него на столе было, спрятал и свое все спрятал. Без комментариев. Ну, он воспринял это не так весело, как мне это казалось. Это на все, на что я способен. Ну, она же как бы, когда попадает на кожу, чешется. Мне было весело. А вы знали, что на телевидении самой популярной шуткой было сообщение о BBC в 2008 году об обнаружении колонии летающих пингвинов, которые впоследствии улетели в тропические лица Амазонки? На радио самой известной шуткой стало сообщение в 1976 году известным астрономам о том, что вскоре будет наблюдаться уникальная гравитационная аномалия. В 9 часов 47 минут человек может подпрыгнуть и зависнуть в воздухе, после чего в редакцию радиостанции поступили сотни писем о том, что эффект сработал. А на какие шутки попались вы? Пишите в комментариях. С вами была Саша Бурова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх под видео. Всем тепла!